Свежий огонь. Это вам не хухры-мухры. Чего я раньше не покупала? Мне нравится. Ой, как это мне нужно было. Привет, мои хорошие. С вами Селена Свэй. И я сейчас максимально просто на домашнем, называется. На домашнем. Так, лучше, да? Так, подальше. Сделаю небольшой анонсик, что у нас сейчас будет. У нас сейчас будут вкусняшки фикс-прайс. Чтобы вы понимали, мы много пробовали. Потому что большой тяжелый пакет с едой. И все максимально новое. Все новинки из фикс-прайса. Я вообще просто немного вам пожалуюсь. Сейчас у меня идет ремонт. И вот я вот, в общем-то, нашла, как бы, да, нашла, как бы я нашла фон. Но... Да, этот фон немного скрывает дырки для розеток. Вот. Да, сегодня целый день у меня штробили. Целый день у меня мусор. Целый день посторонний человек в доме. И это уже шестой день, на самом деле, всего этого трэша. И сейчас время половина десятого. Дэнни только уснул. И просто у меня сил никаких нет снимать. Но у меня просто на завтра нет видео для вас. И мне нужно его снять. Поэтому я сейчас сажусь, его снимаю. Плюс, когда идет вот такое немного настроение, состояние, мне очень хочется сладкого. Когда я понимаю, что нужно ждать. Нужно терпение. И это не просто терпение, что типа все вокруг так прекрасно, да, вот как бы в доме, как минимум, да, а тебе нужно ждать. Нет. Это сказывается везде. Это грязь в доме. Это пыль. Это дырки в розетках. А значит, у меня здесь нет света. Вы понимаете? Сейчас только одна лампа работает, которая от удлинителя. Одна розетка там где-то включена. Это денька, который с утра до вечера сходит с ума дома. Мы никуда не выходим, потому что не оставляем. Ну, короче, ладно. Это все о влогах. Это я, наверное, расскажу вам. Ну, суть в том, что мне очень хочется сладкого. И когда вот такое треш-терпение я должна проявить, я негадана не ждала. Мне нужно сладенькое. Поэтому поехали. Смотрите, у нас... О, напиток чайный я взяла. Захотела попробовать. Не просто напиток. Написано Ясный Ум. Харбериум фирма. Укрепляет здоровье. 20 пакетиков. Чай зеленый, байховый, мелкий. То там еще корки лимона, розмарин, корень имбиря. Внутри. Я очень захотела попробовать его на вкус. Чайник просто я думаю. Здесь мне нормально слышно. Я еще не очень громко говорю. Цветочек вы хотели, чтобы был здесь вот он. Сим-сим, откройся. Я хочу понюхать тебя. Сил нет даже у меня громко разговаривать. У меня еще завален весь шкаф. Первое, что попалось под руку, я взяла, на себя натянула. Желтый цвет привлекает удачу. Я надеюсь, вам это видео зайдет. Мой желтый цвет. Я не могу открыть. Я сейчас сломала коробку. Так, за одно чайник поставлю, сейчас вернусь. Так, я открыла. Немножко поотпортила. Смотрите, как здесь прикольно сделаны пакетики. Прозрачно. Ну, то есть, это не просто пакетики, да, казалось бы, дешевня, дешевня. Нет, каждый в прозрачной вот такой вот штучке. И здесь еще по бокам надрезики. Пахнет очень вкусно. Я вот уже заварила. Ну, прям отчетливо пахнет имбирем. Я имбирь, честно говоря, не очень люблю. Только суши с имбирем там или роллы, да. Короче, попробуем. Пока нормально, терпимо. Но сейчас очень горячий. Надеюсь, этот стакан не перевернет моя девочка-крошечка Милочка. Поздоровайся. Скажи всем привет. Мяу. Скажи всем привет, мяу. Мила. Мяу. 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 Поехали. Так, что у нас? Начнем мы, наверное, с солененького. Вот такие чипсы, по-моему, я не пробовала. Я брала с картошкой чипсы, которые мне очень безумно нравились. Они вот такие были длинные. Увидела со вкусом краба. Думаю, надо взять попробовать. Здесь две пачки. Раз. Два. Две. Мы возьмем одну. Ну, те мне нравились. Они со сметаной, с сыром были. Помните, я прям кайфовалась с ними. Я сто лет не снимала уже еду из фикс-прайса. Не знаю, как что изменилось. Короче, вот такие пластиночки. Кто-то говорил, что это даже не совсем картошка тут, а что-то непонятно что. Ммм. Слушайте, свежий огонь просто. Ммм. Офигенно. Белиссимо. Обалденные чипсы. Они не очень соленые. Они мягкие. То есть не царапают зубы. А то, что вот не соленые, тоже хорошо. Короче, чипсы одобряем. Идем дальше. Так. Ой, смотри, ты че. Нашла вот такую штуку. Мила. Мил. Обязательно, когда я снимаю, ей нужно залезть куда-то в шумное место. И чем-нибудь шуметь. И Денька любит так. Так. Крекеры с семенами. Я подумала, что это будет очень полезненько. Подсолнечник, лен, отрыбь. И все это сделано вот в таких, как бы, видите, печеньках. Я подумала, полезно. И печеньки. Я люблю эти печеньки, рыбки и все такое. Но там полезно стеной. А здесь у нас и лен и все дела. Состав бы найти. Так, здесь есть тоже антиокислители Е320, Е321. Такой большой состав. Не хочу читать. Давайте пробуем. Пахнет терпимо. Вот такое сердечко. Кстати, не смотрите еще на мои ногти. Может быть, вы даже и не обратили внимания. Мил! Любит она у меня по столу полазить. Надо отучать. Так, попробовала, попробовала. Вкусно, кстати. Несладкие. Чуть-чуть соленоватые. Прикольно похрумкать. Если сравнивать с рыбками, то, конечно, рыбки вкуснее. Но зато здесь столько полезностей. Семян всяких. Котру, бельон, кунжут, подсолнечник. Это вам не хухры-мухры. Цены, кстати, напишу где-то здесь. Потому что мы не будем лазить в чеки. Так, пришло время попробовать наш напиток или как? Или он еще очень горячий? У меня просто там еще напиток есть. Повкуснее будет. Короче, чай очень ароматный. Горячий. Но, честно говоря, когда ты что-то такое ешь, то хочется запить чем-то вот таким. И вот такой напиток, мне кажется, будет намного вкуснее. Жалко, он не из холодильника. Блин, лежал пакет здесь и ждал, когда я все это начну пробовать. Мне кажется, он вкусный. Гля, он прям вообще под самый не хочу. Аж я открыла и начал капать. Я не знаю, возможно, здесь одна химоза, но это так вкусно. Вкус дыни. Вот этот напиток Adabriams. De coco называется. С кусочками всякими там питающими. Следующее, не из сладкого, это вот такие вот у нас мультизерновые хлопья. Овец, гречка, пшеница, рожь, ячмень. Короче, как-то я вам в обзоре показывала фит такой, но не стала покупать. Не знаю почему, что-то не захотела. Но раз уж я начала брать для видео продукты, я подумала, я возьму и их. Тем более, они стоят недорого. А мы сейчас просто попробуем. Я люблю так утром молочком чем-нибудь. Смотрите, вот такого они цвета красивого. Не отталкивают, привлекают даже. Просто попробуем, насколько они там соленые, сладкие и вообще. Гречка. Чувствуется отчетливо гречка. Слушайте, очень даже ничего. Кто любит гречку с молоком, возможно, вам и не понравится. Я прям завтра это намучу себе с молочком, уже в холодильник молоко поставила. Свеженько. Прям, мне кажется, очень круто мне зайдет. Можно даже в перемешку с мюсли делать. Ну, что я раньше не покупала? Реально вкусно, девчонки. Так, ну и все. Это у нас не из сладкого. Теперь дальше пошли сплошные сладости. Просто. Я не знаю, с чего начать. Что тут самое менее вкусное, менее сладкое, да? Но мне кажется, оно все сладкое. Так, ладно, давайте вот с этого начнем. Мне понравился этот Михеев, мармелад, облепиха. Я тоже показывала вам недавно на втором канале. Шла, увидела, да? Облепиха плюс душица с облепиховым соком. Это мед, да? А, мармелад. Почему мед? Похоже на мед. Короче, я открываю. Мне прям очень любопытно, что же это стоит. Главное, стаканчик еще останется. Прикольненький стаканчик, кстати. Михеев тоже, у него все эти джемы, я как-то покупала. Очень классно, очень удобно остается стаканчик. Еще и с крышечкой. Вот это отлепляется все, не оставляет следов. Смотрите, какой классный. Так, убираем. А теперь открываем. Ложку не взяла. Пахнет, как облепиховый чай, который подают, знаете, там брестико. Где-нибудь сейчас ложечку принесу. Ложечка. Я нашла вот такую ложечку. Мармелад, значит. Ага. Очень похоже на мед, поэтому мед, я сказала. Короче, он тверденький, вот такой, видите, не спадает никуда. Кисло-сладкий. Облепиха чувствуется. И, наверное, это душится. Слушайте. Очень вкусно. Правда. Мне прям нравится. С чайком, вечерком. Ммм. А вот еще. Это все дело запивать вот этим вот имбирем. Это вообще супер-мега чувствуется, как будто ты в деревне где-то. Боже мой. Или после баньки. Обалдеть. Обалдеть, девчонки. Попробуйте обязательно вот это. Мне кажется, вот это я быстро съем. Я сейчас вот набрала всего этого, хотя я уже поправилась конкретненько. Мне бы надо схуднуть. А я еще эти торты пятерочкой вот эти вот настоящий десерт. Вот эти десерты все с ума сходящие. Так, ладно, давайте дальше. Смотрите, нашла вот такие хит-микс. Мультизлади со вкусом шоколада. Мне кажется, что этот десерт похож на пикник. А я пикник очень обожаю. Как-то я с вами пробовала зебру-шоколадку, да? По-моему, зебра называется. Она очень похожа на пикник. И тут я увидела вот такие, думаю, о, пикник только маленький. Ну, типа пикник, просто фирма другая. Думаю, я возьму, попробую. Короче, вот такие они маленькие. Не знаю, куда поставить. Все, поставить некуда. Вот такие они маленькие. Со вкусом шоколада. Мультизлади со вкусом шоколада. Очень интересно. Внутри как просто вот такая вот у нас... А, все, я поняла. Она типа вот, видите, здесь? Типа батончик злаковый такой, да? А вот здесь шоколад тоненькая прослойка. Это не как пикник, к сожалению. Но по вкусу похоже чем-то. Вкусненько. Мне нравится. Это то, что мне как раз нужно сейчас. М-м-м-м, да. Ох, обалденные конфетки, девчонки. Ой, горячее прям пошло внутрь. Комом таким, знаете, горячим. Обалденные конфетки. Рекомендую, кстати. Они реально очень мягкие. Супер. Прям я рада, что они у меня. Буду есть. Так, дальше вот такие у нас... А, подождите. Вот такие хочу попробовать. Батончики. Слушайте, возможно, я их брала и пробовала. Я очень люблю батончики Ротфронт. Вот они есть там ореховые, шоколадные, короче. А здесь я смотрю разные. Кондитерская фабрика, Саратовская. Саратов, привет. С натуральной халвой, орехами, вафлями. Здесь, короче, микс идет. Давайте попробуем и сравним. Ну, по-моему, я как-то пробовала. Слушайте, я сейчас начинаю только вспоминать. Так, я пробовала вроде бы, и мне вроде бы не зашло. Так, вот это халва. Да, точно пробовала. Вот это ореховые. А это с вафлями. А что, давайте попробуем просто вот, ну, от настроения, например, да. Вот сейчас у меня такое настроение, у меня как сладкое. Может, тогда у меня было настроение перебора, я была какая-нибудь слишком придирчива. Пахнет вкусно. Я взяла ореховый. И мне он нравится. Мне кажется, даже если бы мне сейчас дали бы ротфронт и этот, я бы даже не отличила, потому что я дома не ела. Ротфронт. Хорошо заходит. Ну, и давайте попробуем отличие халва. Я думаю, у меня опыт отчет, его вкус другой будет. Так, кусаем халву. Отличие есть. Слушайте, классные конфетки? Если я их в прошлый раз засрала, то сейчас я беру свои слова обратно. Мне нравится. Так, я не буду сейчас есть полностью все конфеты, потому что у меня здесь еще много сладкого. Ой, как это мне нужно было. Трюферро. С мягкой труфельной начинкой. Внутри вот такие вот конфетки. Открываем. Она внутри вот такая гладенькая, красивенькая, как видали. Слушайте, то ли я давно сладостей в фикс-прайсе не ела, то ли они начали поставлять вкусные сладости. Обалденные. Просто вот трюфель. Нежный. Как они это делают? Генная шоколадка. Очень вкусно. Все, у меня все слиплось уже внутри. Так, смотрите, что еще у меня есть. Орео. 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 Как правильно я не знаю? В белом шоколаде. Такого я не пробовала. Только в черном все пробовала. Здесь вот такие пластиночки. Их тут, я так понимаю, много. Много-много. Открываем. Как много сладкого. Здесь две печеньки. Вот такие вот. Тут написано даже. Орео. 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 Видите? Пробуем. Вкусно, но не мое. Во-первых, сильно сладко. Несмотря на то, что я трюфельную конфету сейчас до этого пробовала, мне кажется, что вот это для печенья очень сладко. А еще я не очень люблю белый шоколад. Так, не могу. Поэтому что-то мне доедать даже не хочется. Вообще сладкое. И этот белый шоколад в черном, наверное, вкуснее. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Запить срочно. Это прям гостям. Ну, я имею в виду, может, если кому-то понравится. Ну, и последнее осталось у нас. Ну, мне кажется, я это уже покупала когда-то давно. Арахат лукуму. С арахисом. Восточные сладости типа мягких конфет. Давайте попробуем. Открываем. Ой, пахнет с арахисом. С арахисом, да. Вот как красиво. Давайте возьму небольшую конфетку. Это надо призвать, потом скажу. Долгоиграющая мягкая конфетка. Слушайте, свежая. Вкусная. Только Орео мне не понравилось, да? Или Орео как-то, правильно. Все остальное просто зашло на ура. Даже имбирь, который я не люблю. В чем дело? Напишите в комментариях, что пробовали из всего этого вы. Что вам понравилось, а что не понравилось и почему. Я не пойму. Мне понравилось все. И более того, я сейчас съела очень много сладостей. Но я поглядываю на эти крабовые чипсы. Они мне просто, знаете, как с них вот так зашло все, да? И мне кажется, я сейчас их буду есть и запивать. Допью все, мне очень нравится чай. Я люблю ароматные чаи. Я на удивление, что мне вот этот нравится. Реально классненький очень, прям. Мне нравится. Супер. Короче, все реально очень вкусное. Все, что я вам показала, рекомендую покупать. Но Орео это на любителя, да? Если вы любите белый шоколад, то возможно вам понравится. Если любите сладкое, потому что очень сладкое прям. Все остальное просто мега супер-пупер. Я никому не отдам. Обычно я, знаете, отдаю вот эти конфеты с копом все. А так мне нравится, что классно. И даже вот эти вот печеньки понравились. Все, мои хорошие, надеюсь, вам мое видео понравилось. Если вы тоже любите экспериментировать и часто забегаете в фикс прайс, обязательно попробуйте из того, что я вам показала и попробовала, и одобрила. А может быть, вам тоже очень сильно что-нибудь зайдет и подсядете. Тем более, цены невысокие, а вкусно нереально. Все, мои хорошие, я люблю вас, целую. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Даже в этих вот условиях. Я надеюсь, что скоро ремонт у меня закончится. И я просто вздохну грудью глубоко и счастливо. Вот. А пока что я чувствую себя как в тисках. Но даже при всем этом я не перестану снимать для вас видео. И даже вот сейчас, на самом деле, мне было сложно встать и это снять. Но вроде разошлась к концу видео, да? Думаю, может, еще что-нибудь снять? Нет, на самом деле нет. Сил нет. Хотя, слушайте, а может и сниму? Все, вас люблю, целую. Вы меня вдохновляете. Пока-пока. Пока-пока.